Аркадий Борис Стругацкие, «Понедельник начинается в субботу», «История вторая, суета-сует», глава первая, эпиграф. Среди героев рассказа выделяются один-два главных героя, все остальные рассматриваются как второстепенные. Методика преподавания литературы. Около двух часов дня, когда в Алдане снова перегорел предохранитель вводного устройства, раздался телефонный звонок. Звонил заместитель директора по административно-хозяйственной части Модест Матвеевич Комнаедов. «Привалов!» – сурово сказал он. – «Почему вы опять не на месте?» «Как-то не на месте, обиделся я! День сегодня выдался хлопотливый, я все позабыл». «Вы это прекратите!» – сказал Модест Матвеевич. «Вам уже пять минут назад надлежало явиться ко мне на инструктаж!» «Елки-палки!» – сказал я и повесил трубку. Я выключил машину, снял халат и велел девочкам не забыть вырубить ток. В большом коридоре было пусто, за полузамерзшими окнами мела пурга. Надевая на ходу куртку, я побежал в хозяйственный отдел. Модест Матвеевич в лоснящемся костюме величественно ждал меня в собственной приемной. За его спиной маленький гном с волосатыми ушами уныло и старательно возил пальцем по обширной ведомости. «Вы, Привалов, как какой-нибудь этот! Хаммункулус!» – произнес Модест. «Никогда вас нет на месте!» С Модестом Матвеевичем все старались поддерживать только хорошие отношения, поскольку человек он был могучий, непреклонный и фантастически невежественным. Поэтому я рявкнул «слушаюсь!» и щелкнул каблуками. «Все, все должны быть на своих местах!» – продолжал Модест Матвеевич. «Всегда!» «У вас вот высшее образование и очки, и бороду вот отрастили, а понять такой простой теоремы не можете!» «Больше не повторится!» – сказал я, выкатив глаза. «Вы это прекратите!» – сказал Модест Матвеевич, смягчаясь. Он извлек из кармана лист бумаги и некоторое время глядел на него. «Так вот, Привалов!» – сказал он наконец. «Сегодня вы заступаете дежурным!» «Дежурство по учреждению во время праздников занятия ответственное!» «Это вам не кнопки нажимать!» «Во-первых, противопожарная безопасность!» «Это первое!» «Не допускать самовозгорания!» «Следить за обесточенностью вверенных вам производственных помещений!» «И следить лично!» «Без этих ваших фокусов с раздваиваниями и расстраиваниями!» «Без этих ваших дубелей!» «При обнаружении фактора горения немедленно звонить по телефону 01 и приступать к принятию мер!» «На этот случай получите сигнальную дудку для вызова авральной команды!» «Он выручил мне платиновый свисток с инвентарным номером!» «А также никого не пускать!» «Вот это список лиц, которым разрешено пользование лабораториями в ночной период!» «Но все равно тоже не пускать!» «Потому что праздник!» «Во всем институте, чтобы ни одной живой души!» «Всякие там другие души, пусть!» «Но живой души, чтобы ни одной!» «Демонов на входе и выходе заговорить!» «Понимаете обстановку!» «Живые души не должны входить, а все прочие не должны выходить!» «Потому что уже был пренцендент!» «Вбежал черт и украл Луну!» «Широко известный пренцендент!» «Даже в кино отображен!» Он значительно на меня посмотрел и вдруг спросил документы. Я повиновался. Он внимательно исследовал мой пропуск, вернул его и произнес. «Все верно! А то было у меня подозрение, что вы все-таки дубель!» «Вот так!» «Значит, в 15.00 в соответствии с трудовым законодательством рабочий день закончится, и все сдадут вам ключи от своих производственных помещений, после чего вы лично осмотрите территорию. В дальнейшем производить обходы каждые три часа на предмет самого сгорания. Не менее двух раз за период дежурства посетите виварий. Если надзиратель пьет чай, прекратите! Были сигналы, не чай он там пьет!» В таком вот аксепте. Пост ваш в приемной у директора. На диване можете отдыхать. «Завтра в 16.00 вас сменит Почкин Владимир из лаборатории товарища Ойры-Ойры. Доступно?» «Вполне», — сказал я. «Я буду звонить вам ночью и завтра днем. Лично. Возможен контроль и со стороны товарища завкадрами». «Вас понял», — сказал я и проглядел список. Первым в списке значился директор института Янус Пулуэкович Невструев с карандашной пометкой «2x». Вторым шел лично Модест Матвеевич, а третьим товарищ завкадрами, гражданин Демин Кербер Псоевич. А вот дальше шли фамилии, которых я никогда и нигде не встречал. «Что-нибудь недоступно?» — осведомился Модест Матвеевич, ревниво за мной следивший. «Вот тут», — сказал я веско, тыча пальцем в список, «наличствуют товарищи в количестве 22 экземпляров, лично мне неизвестные. Эти фамилии я хотел бы с вами лично провентилировать», — я посмотрел ему прямо в глаза и добавил твердо. «Во избежание». Модест Матвеевич взял список и оглядел его на расстоянии вытянутой руки. «Все верно», — сказал он снисходительно. «Просто вы, Привалов, не в курсе. Лица, поименованные с номера четвертого по номер двадцать пятый и последний включительно, занесены в список лиц, допущенных к ночным работам, посмертно. Порядки признания их заслуг в прошлом теперь доступно?» Я слегка обалдел, потому что привыкнуть ко всему этому было все-таки очень трудно. «Занимайте свой пост», — величественно сказал Модест Матвеевич. «Я со своей стороны. И от имени администрации поздравляю вас, товарищ Привалов, с наступающим Новым годом и желаю вам в Новом году соответствующих успехов как в работе, так и в личной жизни». «Я тоже пожелал ему соответствующих успехов и выжил в коридор». Узнавши вчера о том, что меня назначили дежурным, я обрадовался. Я намеревался закончить один расчет для романа Оэра Оэры. Однако теперь я чувствовал, что дело обстоит не так просто. Перспектива провести ночь в институте представилась мне вдруг в совершенно новом свете. Я и раньше задерживался на работе допоздна, когда дежурные из экономии уже гасили четыре лампы из пяти в каждом коридоре, и приходилось пробираться к выходу мимо каких-то шарахающихся мохнатых теней. Первое время это производило на меня сильнейшее впечатление. Потом я привык, а потом снова отвык, когда, возвращаясь однажды по большому коридору, услышал сзади мерное «цок-цок-цок» когтей по паркету и, оглянувшись, обнаружил некое фосфорисцирующее животное, бегущее явно по моим следам. Ну, правда, когда меня сняли с карниза, выяснилось, что это была обыкновенная живая собачка одного из сотрудников. Сотрудник приходил извиняться, ойро-ойро прочел мне издевательскую лекцию о вреде суеверий, но какой-то осадок у меня в душе все-таки остался. «Первым делом заговорю демонов», — подумал я. У входа в приемную директора у меня повстречался мрачный Витька Корнеев. Он хмуро кивнул и хотел пройти мимо, но я поймал его за рукав. «Ну», — сказал грубый Корнеев, останавливаясь. «Я сегодня дежурю», — сообщил я. «Ну и дурак», — сказал Корнеев. «Грубый ты все-таки, Витька», — сказал я. «Не буду я с тобой больше общаться». Витька оттянул пальцем воротник свитера и с интересом посмотрел на меня. «Ха-ха, а что ж ты будешь?» — спросил он. «Ну уж найду что», — сказал я, несколько растерявшись. «А, постой-ка», — сказал он. «Ты что, в первый раз, что ли, дежуришь?» «Ну да», — сказал Витька. «И как ты намерен действовать?» «Согласно инструкции», — ответил я. «Заговорю демонов и лягу спать на предмет самовозгорания. А ты куда денешься?» «Да, собирается там одна компания», — неопределенно сказал Витька. «У Верочки». «А это у тебя что?» Он взял у меня список. «А-а-а, мертвые души». «Никого не пущу», — сказал я. «Ни живых, ни мертвых». «Правильное решение», — сказал Витька. «Архиверное. Только присмотри у меня в лаборатории. Там у меня будет работать дубль». «Чей дубль?» «Ну, мой дубль, естественно. Кто мне своего-то отдаст? Я его там запер. Вот, возьми ключ, раз ты дежурный». Я взял ключ. «Слушай, Витька, ну часов до десяти пусть он поработает, но потом я все обесточу». «В соответствии с законодательством». «Ладно, там видно будет». «Ты Эдика не встречал?» «Не встречал», — сказал я. «И не забивай мне баки. В десять часов я все обесточу». «Да я разве против?» «Обесточивай, пожалуйста, хоть весь город». И тут дверь приемная отворилась, и в коридор вышел Янус Полуэктович. «Так», — произнес он, увидев нас. Я почтительно поклонился. По лицу Януса Полуэктовича было видно, что он забыл, как меня зовут. «Прошу», — сказал он, подавая мне ключи. «Вы ведь дежурный, если я не ошибаюсь». «Кстати», — он поколебался, — «я с вами не беседовал вчера?» «Да», — сказал я, — «вы заходили в электронный зал». Он покивал. «Да, да, да, действительно. Мы говорили о практикантах». «Нет», — возразил я почтительно, — «не совсем так. Это насчет нашего письма в центрах Одинснап про электронную приставку». «Ах, вот как», — сказал он. «Ну, хорошо. Желаю вам спокойного дежурства». «Виктор Павлович, можно вас на минутку?» Он взял Витьку под руку и увел по коридору, а я вошел в приемную. В приемной второй Янус Полуэктович забирал сейфы. Увидев меня, он сказал «Так», и снова принялся позвякивать ключами. Это был А. Янус. Я уже немножко научился различать их. А. Янус выглядел несколько моложе. Был неприветлив, всегда корректен и малоразговорчив. Рассказывали, что он много работает, и люди, знавшие его давно, утверждали, что этот посредственный администратор медленно, но верно превращается в выдающегося ученого. У. Янус, напротив, был всегда ласков, очень внимателен и обладал странной привычкой спрашивать, «А я с вами не беседовал вчера?» Поговаривали, что он сильно сдал в последнее время, хотя и оставался ученым с мировым именем. И все-таки А. Янус и У. Янус были одним и тем же человеком. Вот это у меня никак не укладывалось в голове. Была в этом какая-то условность. Я даже подозревал, что это просто метафора. А. Янус замкнул последний замок, вручил мне часть ключей и, холодно попрощавшись, ушел. Я уселся за стол референта, положил перед собой список и позвонил к себе в электронный зал. Никто не отозвался. Видимо, девочки уже разошлись. Было 14 часов 30 минут. В 14 часов 31 минуту в приемную, шумно отдуваясь и треща паркетом, валился знаменитый Федор Семенович Киврин, великий маг и кудесник, заведующий отделом линейного счастья. Федор Семенович славился неисправимым оптимизмом и верой в прекрасное будущее. У него было очень бурное прошлое. При Иване Васильиче, царе Грозном, опричнике тогдашнего министра государственной безопасности Малюты Скуратова, с шутками и прибаутками сожгли его по доносу соседа Дьяков в деревенской бане, как колдуна. При Алексее Михайловиче, царе Тишайшем, его били бы тогами нещадно и спалили у него на голой спине полное рукописное собрание его сочинений. При Петре Алексеевиче, царе Великом, он сначала возвысился было, как знаток химии и рудного дела. Не потрафил чем-то к князю Кеснерю Ромодановскому. Попал в каторгу на Тульский оружейный завод. Бежал оттуда в Индию. Долго путешествовал. Кусан был ядовитыми змеями и крокодилами. Нечувствительно превзошел йогу. Вновь вернулся в Россию в разгар пугачевщины. Был обвинен как врачеватель бунтовщиков, обезноздрен и сослан в Соловец навечно. В Соловце опять имел массу всяких неприятностей, пока не прибился к ничаго. Где быстро занял пост заведующего отделом и в последнее время много работал над проблемами человеческого счастья. Беззаветно сражаясь с теми коллегами, которые базой счастья полагали довольство. Приветствую вас, пробасил он, кладя передо мной ключи от своих лабораторий. Бедняга, как же это вы? Вам веселиться надо в такую ночь. Я позвоню Модесту. Что за глупости? Я сам подежурю. Видно было, что мысль эта только что пришла ему в голову, и он страшно ей загорелся. Ну-ка, где здесь его телефон? Проклятие, никогда не помню телефонов. 1-15 или 5-11. Да что вы, Федор Семенович, спасибо, вскричал я, не надо. Я тут как раз поработать собрался. А, поработать, это тут другое дело. Это хорошо, это здорово, вы молодец. А я, черт, электроники ни черта не знаю. Надо учиться, а я то все это магия слова. Старье, фокусы с психополями, примитив, дедовские приемчики. Он тут же, не сходя с места, сотворил две большие антоновки. Одну вручил мне, а второй откусил сразу половину и принялся сочно хрустеть. Оп, проклятие, опять червивое сделал. У вас как, хорошее? Нет, хорошо. Я к вам, Саша, попозже еще загляну. А то я не совсем понимаю все-таки систему команд. Водки вот только выпью и зайду. 29-я команда у вас там в машине. То ли машина врет, то ли я не понимаю. Детективчик вам принесу. Гарднера. Вы ведь читаете по-аглицки? Хорошо, Шельма пишет. Здорово. Перемейся, ну него там, зверюга, адвокат, знаете. А потом еще что-нибудь дам. Science fiction какую-нибудь. А Зимова там или Брэдбери. Он подошел к окну и сказал, восхищенно. Пурга, черт возьми, люблю. Вошел, кутаясь в норковую шубу, тонкий и изящный Крестобаль Хозевич Хунта. Федор Семенович обернулся. Ага, Кристо, воскликнул он. Пополюбуйся. Комнаедов этот дурак. Засадил молодого парня дежурить на Новый год. Да давай, отпустим его вдвоем, а останемся. Вспомним старину, выпьем, а? Что он тут будет мучиться? Ему плясать надо с девушками. Хунта положил на стол ключи и сказал небрежно. Общение с девушками доставляет удовольствие лишь в тех случаях, когда достигается через преодоление препятствий. Ну еще бы, загремел Федор Семенович. М-м-много крови, м-много песней за прелестных льется дам. Как это там у вас? Только тот достигнет цели, кто не знает слова страх. Именно, сказал Хунта. И потом я не терплю благотворительности. Ха-ха-ха, благотворительности он не терпит. А кто у меня выпросил? А Дихмантьева. Переманил, понимаешь, такого лаборанта. Ставь теперь бутылку шампанского, не меньше. С-слушай, не надо шампанского. А-а-а-амантильяда. У тебя еще осталось от т-т-т-т-талецких запасов? Нас ждут, Теодор, напомнил Хунта. Да-да-да, верно. Надо еще галстук найти и валенки. Такси же не достанешь. Мы пошли, Саш, не скучайте тут. В новогоднюю ночь в институте дежурные не скучают, негромко сказал Хунта. Особенно новички. Они пошли к двери. Хунта пропустил Федора Симеоновича вперед, и прежде чем выйти, косо глянул на меня и стремительно вывел пальцем на стене Соломонову звезду. Звезда вспыхнула и стала медленно тускнеть, как след пучка электронов на экране осциллографа. Я трижды плюнул через левое плечо. Крестобаль Хозевич Хунта, заведующий отделом смысла жизни, был человек замечательный, но, по-видимому, совершенно бессердечный. Некогда в ранней молодости он долго был великим инквизитором, но потом впал в ересь, хотя и по сию пору сохранил тогдашние замашки. Весьма, впрочем, пригодившиеся ему, по слухам, во время борьбы против пятой колонны в Испании. Почти все свои неудобо понятные эксперименты он производил либо над собой, либо над своими сотрудниками. И об этом уже при мне возмущенно говорили на профсоюзном собрании. Занимался он изучением смысла жизни, но продвинулся пока не очень далеко. Хотя и получил интересные результаты, доказав, например, теоретически, что смерть отнюдь не является непременным атрибутом жизни. По поводу этого последнего открытия тоже возмущались на философском семинаре. В кабинет к себе он почти никого не пускал. И по институту ходили смутные слухи, что там масса интересных вещей. Рассказывали, что в углу кабинета стоит великолепно выполненное чучело одного старинного знакомого Крестобаля Хозевича. Штандартер фюрера СС в полной парадной форме, с моноклем, кортиком, железным крестом, дубовыми листьями и прочими причиндалами. Хунта был великолепный таксидермист. Штандартен фюрер, по словам Крестобаля Хозевича, тоже. Но Крестобаль Хозевич успел раньше. Он любил успевать раньше, всегда и во всем. Не чужд ему был и некоторый скептицизм. В одной из его лабораторий висел огромный плакат. Нужны ли мы нам? Очень незаурядный человек. Ровно в три часа, в соответствии с трудовым законодательством, принес ключи доктор наук Амбросий Амбруазович Выбегауло. Он был в валенках, подшитых кожей. В пахучем извозчицком тулупе из поднятого воротника торчала вперед седоватая нечистая борода. Волосы он стрик под горшок, так что никто и никогда не видел его ушей. И это, сказал он, приближаясь, у меня там, может, сегодня кто вылупится. В лаборатории, значит. Надо бы это присмотреть. Я ему там запасов наложил. Хлебца, значит, и буханах пять. Ну, там отрубей паренных, два ведра обрату. Ну, а как все это, поездки даться начни уединочить? Так ты мне моншер того. Брякни, милый. Он положил передо мной связку амбарных ключей и в каком-то затруднении открыл рот, уставясь на меня. Глаза у него были прозрачные, в бороде торчало пшено. Куда брякник-то, спросил я. Очень я его не любил. Был он циник и был он дурак. Работу, которой он занимался за 350 рублей в месяц, можно было бы смело назвать Евгеникой, но никто ее так не называл, боялись связываться. Этот выбегал и заявлял, что все беды от неудовольствия проистекают. И ежели, значит, дать человеку все, хлебца, значит, отрубей паренных, то и будет не человек, а ангел. Не хитрую эту идею он пробивал всячески, размахивая томами классиков, из которых с неописуемым простодушием выдирал с кровью цитаты, нещадно опуская и вымарывая все, что ему не подходило. В свое время ученый совет дрогнул под натиском этой неудержимой, какой-то даже первобытной демагогии, и тема выбегал и была включена в план. Действуя строго по этому плану, старательно измеряя свои достижения в процентах выполнения и никогда не забывая о режиме экономии, увеличении оборачиваемости оборотных средств, а также о связи с жизнью, выбегал и заложил три экспериментальные модели. Модель человека неудовлетворенного полностью, модель человека неудовлетворенного желудочно и модель человека полностью удовлетворенного. Полностью неудовлетворенный антропоид поспел первым, он вылупился две недели назад. Это жалкое существо, покрытое язвами, как и ов, полуразложившееся, мучаемое всеми известными и неизвестными болезнями, невероятно голодная, страдающая от холода и жары одновременно, вывалилась в коридор, огласила институт серии нечленораздельных жалоб и сдохла. Выбегал и торжествовал. Теперь можно было считать доказанным, что ежели человека не кормить, не поить, не лечить, то он будет, значит, несчастлив и даже, может, помрет, как вот этот помер. Ученый совет ужаснулся. Затея выбегала оборачивалась какой-то жуткой стороной. Была создана комиссия для проверки работы выбегалы. Ну, тот, не растерявшись, представил две справки. И сколько следовало? Во-первых, что трое лаборантов его лаборатории ежегодно выезжают работать под шефный совхоз. И во-вторых, что он выбегала, некогда был узником царизма, а теперь регулярно читает популярные лекции в городском лектории и на периферии. И пока ошеломленная комиссия пыталась разобраться в воде происходящего, он неторопливо вывез с подшефного рыбозавода в порядке связи с производством четыре грузовика селедочных голов для созревающего антропоида неудовлетворенного желудочным. Комиссия писала отчет, а институт в страхе ждал дальнейших событий. Соседи выбегала по этажу, брали отпуска за свой счет. «Так куда брякнуть-то?» спросил я. «Брякнуть-то? А домой куда ж еще в Новый год-то? Мораль должна быть, милой. Новый год дома встречать надо. Так-то выходит по-нашему-то, а? Нес по?» «Не так ли с французского?» примечание автора. Выбегала обожает вкраплять в свою речь отдельные словосочетания на французском, как он выражается, диалекте. Никак не отвечая за его произношение, авторы взяли на себя труд обеспечить перевод. «Так я знаю, что домой, а по какому телефону?» «А ты это, книжечку-то посмотри, грамотный». «Ну вот и посмотри, значит, книжечку. У нас секретов нет, не то что у иных прочих. Анмасс. В массе у большинства». «Хорошо», — сказал я, брякнул. «Брякни, моншер, брякни. А кусаться он начнет, так ты его посусалым, не стесняйся, селяви». Я набрался храбрости и буркнул. «А ведь мы с вами на бурдершафт не пили». «Пардон?» «Да ничего, это я так», — сказал я. Некоторое время он смотрел на меня своими прозрачными глазами, в которых, ну, ничегошеньки не выражалось, а потом проговорил. «Ну, ничего. Так и хорошо, что ничего. С праздником, значит, тебя. С наступающим. Бывай здоров. А ревуар, значит, до свидания». Он напялил ушанку и удалился. Я торопливо открыл форточку. Влетел Роман Ойра-Ойра в зеленом пальто с барашковым воротником. Пошевелил горбатым носом и осведомился. «А-а-а-а...» «Выбегала-забегала?» «Забегала», — сказал я. «Да», — сказал он. «Это селедка. Держи ключи. Знаешь, куда он один грузовик свалил? Под окнами ушана же Акома. Прям под кабинетом. Новогодний подарочек». «Выкорикую я у тебя здесь сигарету». Он упал в огромное кожаное кресло, расстегнул пальто и закурил. «А ну-ка займись», — сказал он. «Дано». «Запах селедочного рассола, интенсивность шестнадцать микротопоров, кубатура». Он наглядел комнату. «Ну, сам сообразишь. Год на переломе. Сатурн, созвездие весов. Удаляй». Я почесал за ухом. «Сатурн? Да что ты мне про Сатурн? А вектор магистратум какой?» «Ну-у-у-у, брат», — сказал ойра-ойра, — «это ты сам должен». Я почесал за другим ухом. Прикинул в уме вектор и произвел, запинаясь, акустическое воздействие. Произнес заклинание. Ойра-ойра зажал нос. Я выдрал из брови два волоска, ужасно больно и глупо, и поляризовал вектор. Запах опять усилился. «Плохо», — с упреком сказал ойра-ойра. «Что ты делаешь, ученик-чародея? Ты что, не видишь, что форточка открыта?» «А-а», — сказал я, — «верно». Я учел дивергенцию и ротор, попытался решить уравнение стокса в уме, запутался, вырвал дышать через рот еще два волоска, принюхался, пробормотал за заклинание Ауэрса и совсем уже собрался вырвать еще волосок, но тут обнаружилось, что приемная проветрилась естественным путем, и Роман посоветовал мне экономить брови и закрыть форточку. «Посредственно», — сказал он, — «займемся материализацией». Некоторое время мы занимались материализацией. Я творил груши, а Роман требовал, чтобы я их ел. Я отказывался есть, и тогда он заставлял меня творить снова. «Будешь работать, пока не получится что-нибудь съедобное», — говорил он. «А это отдашь Модесту. Он у нас, комноедов». В конце концов я сотворил настоящую грушу. Большую, желтую, мягкую, как масло, и горькую, как хина. Я ее съел, и Роман разрешил мне отдохнуть. Тут принес ключи бакалавр черной магии Магнус Федорович Редькин. Толстенький, как всегда озабоченный и разобиженный. Бакалавра он получил 300 лет назад за изобретение портков-невидимок. С тех пор он эти портки все совершенствовал и совершенствовал. Портки-невидимки превратились у него сначала в кюлоты-невидимки, потом в штаны-невидимки. И, наконец, совсем недавно о них стали говорить, как о брюках-невидимках. И никак он не мог их отладить. На последнем заседании семинара по черной магии, когда он делал очередной доклад о некоторых новых свойствах брюк-невидимок Редькина, его опять постигла неудача. Во время демонстрации модернизированной модели что-то там заело в пуговично-подтяжечном механизме, и брюки, вместо того, чтобы сделать невидимым изобретателя, вдруг со звонким щелчком сделались невидимы сами. Очень неловко получилось. Однако, главным образом, Магнус Федорович работал над диссертацией, тема которой звучала так. Материализация и линейная натурализация белого тезиса как аргумента достаточно произвольной функции сигма не вполне представимого человеческого счастья. И тут он достиг значительных и важных результатов, из коих следовало, что человечество буквально купалось бы в не вполне представимом счастье, если бы только удалось найти сам белый тезис, а главное понять, что это такое и где его искать. Упоминание о белом тезисе встречалось только в дневниках Бен Бецалеля. Бен Бецалель якобы выделил белый тезис как побочный продукт какой-то алхимической реакции и, не имея времени заниматься такой мелочью, вмонтировал его в качестве подсобного элемента в какой-то прибор. В одном из последних мемуаров, написанных уже в темнице, Бен Бецалель сообщал «И можете вы себе представить, тот белый тезис не оправдал таки моих надежд, не оправдал. И когда я сообразил, какая от него могла быть польза, я говорю о счастье для всех людей, сколько их есть. Я уже и забыл, куда же я его вмонтировал». За институтом числилось семь приборов, принадлежавших некогда Бен Бецалелю. Шесть из них Редькин разобрал до винтика и чего особенного не нашел. Седьмым прибором был диван-транслятор. Но на диван наложил руку Витька Корнеев. И в простую душу Редькина закрались самые черные подозрения. Он стал следить за Витькой. Витька немедленно озверел. Они поссорились и стали заклятыми врагами. И оставались ими по сей день. Ко мне, как к представителю точных наук, Магнус Федорович относился благожелательно, хотя и осуждал мою дружбу с этим плагиатором. В общем-то, Редькин был неплохой человек. Очень трудолюбивый, очень упорный, начисто лишенный коростолюбия. Он проделал громадную работу, собравши гигантскую коллекцию разнообразнейших определений счастья. Там были простейшие негативные определения, не в деньгах счастья. Простейшие позитивные определения, высшее удовлетворение, полное довольствие, успех, удача. Определения казуистические. Счастье есть отсутствие несчастья и парадоксальное. Счастливее всех шуты, дураки, сущие, глупые и нерадивые, ибо укоров совести они не знают, призраков и прочей нежити не страшатся, боязни в грядущих бедствии не терзаются, надежды будущих благ не обольщаются. Магнус Федорович положил на стол коробочку с ключом и, недоверчиво глядя на нас из-под лоби, сказал, «Я еще одно определение нашел». «Какое?» – спросил я. «Что-то вроде стихов, только там нет рифмы. Хотите?» «Конечно, хотим», – сказал Роман. Магнус Федорович вынул записную книжку и, запинаясь, прочитал. «Вы спрашиваете, что считаю я наивысшим счастьем на земле?» «Две вещи. Менять вот так же состояние духа, как пень не выменил бы я на шиллинг, и юной девушке услышать пень. Внемы его пути, но вслед за тем, как у меня дорогу разузнала». «Ничего не понял», – сказал Роман. «Дайте я прочту глазами». Редькин отдал ему записную книжку и пояснил. «Это Христофер Локк, с английского». «Да, отличные стихи», – сказал Роман. Магнус Федорович вздохнул. «Одни говорят одно, а другие – другое». «Да, тяжело», – сказал я сочувственно. «Ну, правда ведь? Ну, как тут все увяжешь?» «Девушки услышать пенье». «И ведь не всякое пенье какое-нибудь, а чтобы девушка была юная, находилась вне его пути, да еще только после того, как у него про дорогу спросят. Ну, разве ж так можно? Ну, разве ж такие вещи алгоритмизируются?» «Вряд ли», – сказал я. «Я бы не взялся». «Вот, видите, – подхватил Магнус Федорович, – а вы у нас...» «Заведующий вычислительным центром». «Так кому же тогда?» «А может, его вообще нет?» – сказал Роман голосом кинопровокатора. «Чего?» «Счастье!» Магнус Федорович сразу обиделся. «Ну, как же его нет?» «Ну, как же его нет?» – с достоинством сказал он. «Когда я сам его неоднократно испытывал». «Выменив пенье на шиллинг?» – спросил Роман. Магнус Федорович обиделся еще больше и вырвал у него записную книжку. «Вы еще молодой!» – начал он. Но тут раздался грохот, треск, сверкнуло пламя и запахло серой. Посреди неприемной возник Мерлин. Магнус Федорович, шарахнувшийся от неожиданности к окну, сказал «Тьфу на вас!» И выбежал вон. «Кхм!» «Гуд год!» – сказал Ойра-ойра, потирая с запорошенной глаза. «Кент сонат камин бай южалэй, эс дэсэн петтл дэсэр», – добавил он. «Ужали обычный путь тебе заказан?» «Путь достойного человека, сэр». «Бэк зэпадон!» «Прошу прощения!» – сказал Мерлин самодовольно. Сказал Мерлин самодовольно и с удовлетворением посмотрел на меня. Наверное, я был очень бледен, потому что очень испугался самовозгорания. Мерлин оправил на себе побитую моллю мантию, швырнул на стол связку ключей и произнес «Вы заметили, сэррой, какие стоят погоды?» «Предсказанные!» – сказал Роман. «Именно, сэр Ойра-ойра! Именно предсказанные!» «Полезная вещь радио!» – сказал Роман. «Я радио не слушаю!» – сказал Мерлин. «У меня свои методы!» Он потряс подолом мантии и поднялся на метр над полом. «Люстра!» – сказал я осторожней! Мерлин посмотрел на люстру и ни с того ни с сего начал. «О вы, пропитанные духом западного материализма, низкого меркантилизма и утилитаризма, чье спиритуальное убожество не способно подняться над мраком и хаосом мелких угрюмых забот!» «Не могу не вспомнить, дорогие сэры, как в прошлом году мы с сэром-председателем райсовета, товарищем Переославским!» «Ойра, ойра, душераздирающе зевнул, и мне тоже стало тоскливо!» Мерлин был бы, вероятно, еще хуже, чем выбегал, если бы не был столь архаичен и самонадеян. По чьей-то рассеянности ему удалось продвинуться в заведующий отделом предсказаний и пророчеств, потому что во всех анкетах он писал о своей непримиримой борьбе против империализма Янки еще в раннем средневековье, прилагая к анкетам нотариально заверенные машинописные копии соответствующих страниц из Марка Твена. Впоследствии же в связи с изменением внутренней обстановки и потеплением международного климата он был вновь переведен на свое место заведующего Бюро погоды и теперь, как и тысячу лет назад, занимался предсказаниями атмосферных явлений и с помощью магических средств, и на основании поведения тарантулов, усиления ревматических болей и стремления соловецких свиней залечь в грязь или выйти из зоны. Впрочем, основным поставщиком его прогнозов был самый вульгарный радиоперехват, осуществлявшийся детекторным приемником, по слухам, похищенным еще в 20-е годы с Соловецкой выставки юных техников. В институте его держали из уважения к старости. Он был в большой дружбе с Наиной Киевной Горыныч и вместе с ней занимался коллекционированием и распространением слухов о появлении в лесах гигантской волосатой женщины и о пленении одной студентки с нежным человеком с Эльбруса. Говорили также, что время от времени он принимает участие в ночных бдениях на Республиканской Лысой Горе с Х.М.Вием, Хамой Брутом и другими хулиганами. Мы с Романом молчали и ждали, когда он исчезнет, но он, упаковавшись в мантию, удобно расположился под люстрой и затянул длинный, всем давно уже осточертевший рассказ о том, как он, Мерлин, и председатель Соловецкого райсовета товарищ Переославский совершали инспекционный вояж по району. Вся эта история была чистейшим враньем, бездарным и конъюнктурным переложением Марка Квена. О себе он говорил в третьем лице, а председателя иногда, сбиваясь, называл королем Артуром. Итак, председатели райсовета и Мерлин отправились в путь и приехали к пасечнику, герою труда, сэру Отшильниченко, который был добрым рыцарем и знатным медосборцем. И сэр Отшильниченко доложил о своих трудовых успехах и полечил сэра Артура от радикулита пчелиным ядом. И сэр-председатель прожил там три дня, и радикулит его успокоился. И они двинулись в путь, и в пути сэр-председатель сказал, «У меня нет меча». «Не беда», — сказал ему Мерлин, — «я добуду тебе меч». И они доехали до большого озера. И видит Артур. Из леса поднялась рука, мозолистая и своя, и в той руке серп и молот, и сказал Мерлин, «Вот тот меч, о котором я говорил тебе». Тут раздался телефонный звонок, и я с радостью схватил трубку. «Алло», — сказал я. «Алло, вас слушают». Трубки что-то бормотали. Гнуса вытянул Мерлин, и возле Лежнева они встретили сэра Пеллинора. Однако Мерлин сделал так, что Пеллинор не заметил председателя. «Сэр, гражданин Мерлин», — сказал я. «Нельзя ли чуть потише? Я ничего не слышу». Мерлин замолчал с видом человека, готового продолжить в любой момент. «Алло», — снова сказал я в трубку. «Кто у аппарата?» «А кого вам нужно?» — сказал я по старой привычке. «Вы мне это прекратите. Вы не в балагане Привалов». «Хуй!» «Виноват, Модест Матвеевич. Дежурный Привалов слушает». «Вот так. Докладывайте. Что докладывать?» «Слушайте, Привалов! Вы опять ведете себя, как я не знаю кто. С кем вы там разговаривали? Почему на посту посторонние? Почему в нарушении трудового законодательства в институте после окончания рабочего дня находятся люди?» «Это Мерлин», — сказал я. «Так гоните его в шею!» «С удовольствием!» — сказал я. Мерлин, несомненно подслушивавшись, покрылся пятнами. Сказал грубиян и растаял в воздухе. «С удовольствием или без удовольствия, это меня не касается. А вот тут поступил сигнал, что вверенные вам ключи вы сваливаете кучей на столе, вместо того, чтобы запирать их в ящик». «Выбегало, донес», — подумал я. «Вы почему молчите?» «Будь исполнена!» «В таком вот аксепте», — сказал Модест Матвеевич. «Бдительность должна быть на высоте. Доступна?» «Доступна», — Модест Матвеевич сказал. «У меня все!» — и дал отбой. «Ну ладно», — сказал Уэр-Уэра, застегивая зеленое пальто. «Пойду вскрывать консервы и откупоривать бутылки». «Будь здоров, Саш, я еще забегу по пойке».